По многочисленным просьбам наших покупателей решили сделать очередной обзор более подробный на пневмоход Ураган Декаль тем более есть что показать есть некоторые очередные доработки и самое главное что это первый раз мы поставили на такой вездеход коррированную шинооболочку V3 это заводские новые шины они очень легкие у них вес всего 31 кг это их главное преимущество плюс они достаточно объемные они больше по объему чем стандартные шины крас лапать но конечно меньше чем трекалы фотографии приложим к видео они очень мягкие они делают лепешку то есть если их строить сейчас они как бы накачаны то есть если их стравить они хорошо ну мы предполагаем что они очень хорошо пойдут как по снегу так они и по болоту то есть мы уже знаем что если по снегу например на треколы хорошо идут они также хорошо идут по болоту ну естественно их надо стравливать то есть вес их повторяю всего 31 кг например у трекола где-то 44 кг реальный вес вот мы их взвешивали крас лапать тоже ориентировочно где-то там 44 кг где-то 48 кг в зависимости от типа оббирки уралы да они весят там не помнишь сколько вот ну не важно то есть они там полегче то есть мы взвешивали на уралах вездеход наш весил 640 кг урал лапать широкий то есть бывают еще урал лапать узкий ну просто урал просто уши на урал вот на треколах мы взвешивали вес вездехода получался 680 кг то есть мы этот вездеход конкретно не взвешивали но если вычесть что диск у нас лучше он полегче шина полегче ориентировочно получается вес ну данного вездехода 625 килограмм что это наверно наверно это рекорд классе в реальный рекорд который мы можем может будет возможность попозже мы снимем на видео взвешивание данного вездехода те кто заявляют вес 500 килограмм на сайтах 450 килограмм они не предоставляют никаких доказательств вот давайте как бы все ребята жить дружно и по-честному так что это ну наши в багажнике они уже у нас как бы показывали их очень удобно и но они будут у нас изменены еще улучшены уже как бы новые модели как бы дело собирается с другими багажниками так передний багажник опять же вот здесь вы обратите внимание это закладные подкрепеж экспедиционные канистры то здесь можно сверху легко установить экспедиционную канистру желающим то есть это удобно для центровки внутренний груз не прованяется который будет в багажнике ну многие любят сюда складывать игре у других вездеходов перед моторных естественно багажника быть не может этот объем багажника ориентировочно 110 литров установлен небольшой аккумулятор 40 ампер часов но здесь многие стоят и 60 ампер часов для электроусилителя либо лебедки 65 даже 75 ампер часов то есть мы комплектуем штатно крепежом вот таким универсальным для аккумулятора и покупатели но сами его крепят на по месту здесь мы видим выход сапуна в багажник видим блок предохранителей здесь в данном случае 11 стоит влагозащищенный предохранитель мощный 50 ампер и стоит два небольших на предохранитель это на что предохранитель а большой на электроусилитель то есть все это очень легко как бы открывается разбирается ненадежно то есть раньше у нас проводка как-то ну то здесь располагалась не было системы то тут сейчас у нас максимально то есть для груза если расположить какой-то груз например вот общий объем багажника ориентировочно получается 110 литров так у нас все закрывается просто на резинке резинки эти везде продаются используются на снегоходах для крепежа капота ну вот эти клыки короче мы сделали ну на багажнике тоже еще раз хочу повторить очень удобно здесь можно даже ружье положить можно там хлыст какой-нибудь кинуть там шалашит на гусей например строят вот раз сюда кинул и повез не надо как-то привязывать монтировать так что еще с той стороны обойди им показать как у нас тут все устроено это раньше блок предохранитель но выключатель массы был на двигателе теперь сюда перенесли более удобно это стандартный электрозапуск это свет но кнопочки подписали теперь электро включение электроусилителя кстати электроусилитель включается не сразу через 20 секунд и сейчас кстати мне уже делаем новую модель с гидроусилителем руля с гидрообъемным артем правильно говорит с гидрообъемным рулевым управлением то есть вот в этом месте ориентировочно будет стоять вместо тяги гидроцилиндр он будет ломать соответственно рамы это очень мощная такая надежная конструкция ну покажу сиденье как она складывается например при перевозке меньше мочится тоже как бы сиденье с амортизатором зад вперед нашего предела 60 миллиметров по высоте в пределах 30 миллиметров вот даже зад вперед может она больше двигаться потому что тут и верху есть и внизу тут есть отверстие ну вот это наш ручной газом в принципе примитивная система вот кстати педали у нас сделанности в полу вообще очень удобно чем на стенке вешать вот эти тяжелые это тоже экономится вес там берут педали от чего-то газель от газели тяжелые да ну вот все у нас здесь компактненько чистенько сделано но даже не то что тяжело на просто больше места занимать синий торчит я ее надо в багажник убирать тогда место в багажнике теряется вот видим здесь мягкие кармашки у нас идут бачок это чё-то тормозной тормозной жидкости это главный тормоз нас еще второй тормоз то ним попозже вот и ручной газ очень удобно очень удобно особенно на кочках не надо на кочках писать и вы едете и вот у вас скачет нога здесь вы просто включили и забыли кстати мы покажем но наверно в следующем видео как какая у нас минимальная скорость включим ручной газ и первую передачу и да и видим из вездехода а то есть некоторые личности которые говорят что у нас понижайки не хватает там еще то вот мы просто покажем какая у нее минимальная скорость тоже тот квадрат мы уже показали неоднократно жесткая сцепка крепеж под жесткую сцепку то здесь можно сделать дышло и кто на северах ездит я видел опрос на северах на северах часто таскает вездеходы за уазиками например вот сделали жесткую сцепку подключили все поехали никого прицепа не надо новые багажники они как у них конструкция фотографии тоже там приложим и это позволит вкладывать сюда дополнительную канистру то есть можно вообще-то объем экспедиционных канистров может достигать 40 литров плюс объем бензопака 6 с половиной 46 с половиной то есть общий пробег может быть ориентируясь на мы считали но 250 километров над грубо говоря на одной заправке то есть многие из этой за 100 километров то есть это вполне будет достаточно делали еще небольшую дополнительную доработку но которая очень важно увеличивать надежность всей конструкции то есть мы сделали закрытый подшипник но он даже закрыт не только от воды но он еще закрыт от воды и грязи ты можешь карьер увеличил вот то есть мы такое решение уже опробовали на наших мотобуксировщиках то есть мы защищаем задние оси от воды и грязи например кто едет там по воде также на вездеходе ураган медведь так что это решение опробовано подшипник здесь какой артем стоит 205 самоцентр 1205 самоцентрирующий подшипник то есть раньше у нас стоял подшипник us-205 us-205 но он был самоустанавливаться то есть его как зажал он так устанавливаться и на нем не было защиты от воды и вот у нас покупатель где-то в пределах двух тысяч километров с его слов если не путаем у него загудел подшипник но у него были небольшие колеса урал и соответственно уровень погружения могу вид на водоемах мог быть больше вот и поэтому пришлось то есть нам модернизировать данный узел мы всегда по первому обращению любого покупателя в принципе проводим любым ну модернизации если это необходимо то есть по первому обращению так что у нас уже тут как бы сделано таких много множество доработок я не говорю что какие-то серьезные узлы там но доработки постоянно ведутся техники как только покупатели нам говорят мы все дорабатываем то есть момента информации до этого видео прошло не больше поступление информации о том что загудел подшипник но прошло где-то две-три недели ориентировочно вот то есть подшипник закрыт пластины чтобы себя не быть ни траву не грязь ничего не намотала дальше там внутри стоит сальник с другой стороны естественно тоже сальник то есть конструкция максимально надежно цепь сейчас кстати тоже использую чуха 526 hs очень толстая стенка очень надежно я не знаю там никаких то есть на буксировщиках мы пока ставим цепи на шаг маша отечества но возможно тоже мы перейдем то есть мы делаем это буксировщика ураган если кто не знал тормоз от снегохода буран вот здесь виден его теперь крепеж этого тормоза то есть тормоз отличается тем что он просто но ну от снегохода буран надежный надежный у него есть недостаток он плохо тормозит но его цель то только вариатор растормозить затормозить только вариатор а вариатор нужно затормозить чтобы он но легче переключались передачи но то есть он работает по принципу автомобильного сцепления на самом деле ну при условии наличия тормоза тормоз установлен у нас на ручку переключения передач но в этой комплектации он получается то есть у нас здесь комплектация ручка вот здесь расположена кстати получается еще плюсик один есть ручки есть стояночный тормоз как минимум половина продаж идет с рычагом переключения передач спереди вот да здесь есть под него закладные пластины то есть но это более удобная конструкция но к сожалению более дорогая там цена где-то на сегодня это 22 год где-то 19 тысяч рублей так также здесь установлен двигатель ланчин 20 сил но как бы очень много заказов еще идет с лифанами 2,4 лошадиной силы он как бы чуть чуть более тяговито ему считается у него заявление вкладыши коленвала он у него двойной выхлоп более надежный скажем такой он такой поинтереснее работает движок то есть этот неплохой но тот еще получше что-то артем по тому движку хочешь сказать ну лифан просто приятнее в обращении там мелочи все из мелочей стоит атака не практически одинаковые вот но и как бы мы сравнили уже на мотобуксировщика двигатель лифан реально ну быстрее и лучше тянет про узел перелома то есть у нас установлена здесь тракторной тяги то есть узел перелома работает ну как бы вот в таком положении то есть тяга вот например она не может уйти за габарит вот этого сиденья не может уйти то есть передняя полурама получается не может не может перевернуться передняя полурама она не может переносить на ход ограничен да но в разумных пределах для то есть это более безопасное решение как здесь стоит уазовский кулак например и даже если стоит стоять тормоз ну вот они не включили тормоз это да вот кто-то там делать систему и все то есть он также может перевернуться вокруг себя то есть обращайте внимание на это но нет цепи вешают обладно всякого 20 порвется ли всякая жизнь бывает этот этот узел он проще он легче легче дешевле я не знаю ни сколько плюсов он везде продается горят надо ли обслуживать тракторные тяги ну что артем скажешь мы при сборке их все равно разбираем туда крышечка есть туда набиваем смазки если этом тук нету всяко в жизни бывает опять же но и там есть вкладыш естественно когда я вкладыш начнет изнашиваться здесь есть настройка можно всегда подтянут а когда он сносится идете в любой магазин где есть запчасти для тракторов и покупаете этот новый вкладыш не на тягу покупать то есть эта штука ремонтопригодная даже если что случится не дай бог с тягой просто захотите заменить она продается в любом магазине и она абсолютно стандартно не резана ничего это стандартной мы искали на тысячи вроде бы цена в магазине от региона зависит от региона зависит вот также у нас сделано здесь система фиксации то есть это она позволяет фиксировать полурамы включается просто движением руки тут то есть там вот там защелочка небольшая сделано здесь стоит резиновый амортизатор получается вот этот как будет демпфер и он амортизирует то есть у нас где-то ориентировочно 10 градусов ход кабины полурам относительно друг друга то есть это позволяет с этим демпфером ну эксплуатировать данный вездеход то есть можно ехать ну где-то небольшие неровности не болотные конечно кочки не камни но по небольшим неровности можно ехать и вот эта система фиксации ее самый главный плюс она помогает ну заезжать крутые подъемы скажем так то есть спускаться помогает то есть когда вездеход начинает подниматься в подъем возникает крутящий момент ну переломки на урок картона да и 1 рама пытается вывернуться например вот допустим вот это в подъеме вот это колесо например пытается приподняться то толкнуться от земли то есть чтоб вот этого момента не было подъеме или в спуске например ну вы включаете просто эту систему фиксации полурам и у вас получается по сути цельный рамный вездеход который безопасно ну сравнительно безопасно подниматься в крутые склоны спускается то есть при спуске происходит то же самое только наоборот только наоборот начинает проводить вроде едет ничего не чувствует на заднюю раму начинает выворачивать на спуске начинает тормозить возникают силы которые пытаются заднюю раму вывернуть вот это включение системы фиксации как же это но больше предназначено для подъемов спусков для плавания на воде основное вообще основное предназначение жижа грязь торта вот жидкий самый жидкий торт переломка у него куча плюсов то есть она едет вот так никакой подвески не на она легкая проходима за счет перелома рамы она всегда выезжает то есть почему нужен электроусилитель чтобы могли рученько и быстренько крутить крутить вправо-влево за счет этого переломка и выезжать даже полноповоротный вездеход это как бы но он имитирует перелом он более комфортно скажем так но он имитирует перелом проходимости к переломке ему никогда не видать не там и рычаги и все такое и вес и плюс он не может делать змейку вот эту которую делает переломка поэтому переломка это лидер проходимости это вообще безусловно бюджетный достаточно то здесь подвеска как бы не нужно здесь амортизация сиденья ну за глаза и за уши даже у нас артем там на болоте говорит да зачем она нужна вообще эта подвеска то есть без нее ну то есть амортизация сидений без нее так комфортно ну кому-то нравится кому-то не нравится каждый на свой вкус да каждый на кубе отлично очень нравится и покупатели многие говорят о кто это вообще супер сиденья там амортизации ну то есть они ездят в основном например не по болотам а где-то но только я хотел сказать если он используется только на баллах там так мягко а если до болота на 10 километров пропилить понятно да это плюс она вам жизнь это облегчит и позвоночнику это кстати тоже достаточно бюджетная переломка если сравнивать со всеми опциями например тут уровень до исполнения наверно видно что получше там рам рама здесь холоднокатанная этот профиль более прочный он никогда не лопнет потому что у него нет внутренних напряжений как на горячухе который использует большинство производителей то есть этот металл не купишь на металлобазах каких-то мы его заказом спецзаказ там ну скажем минимум 10 тонн на заказать этого металла вот потом это надо нарезать штрипс потом на сварить ну короче целая история вот поэтому металл очень хороший крепкий но буду фиксировщик ураган мы выпускаем уже сколько с 12 12 года то есть уже десять лет ни одной жалобы на профиль то есть у нас были до жалобы но когда мы пытались удешевлять производство использовать черный профиль но горячий катаны профиль вот допустим там в толкаче пытались где вот прямое сиденье вставить и были было 6 жалоб что профиль начинал лопаться то есть ты ставишь холоднокатанный он не лопаться ничего с ним не бывает при том же самом размере и весе и толщине стенки здесь как и толстая стенка для холоднокатового профиля но не продается такой вот поэтому в целом вездеход у нас получился легкий ну вот я не знаю там вес там 680 максимум там 640 на урал на урал лапать здесь еще легче где-то 600 там 20 630 килограмм то есть все горят почему у вас такая рама тонкая блин у нас есть вообще-то компьютер мы рождали до счет и программа как автомобиль это как проектирует а не знаю то есть мы рассчитали нагрузку на заднюю раму 500 килограмм покупатель у нас перевозил 600 килограмм песка без проблем другой покупатель уже снеготвалы к нему сделали кто-то уже целое поле вспахал плуг нему сделал то есть техника надежная рабочая никаких проблем у нас как бы лестница то есть мы раньше не показывали вот всегда в базе идут закладные под данную лестницу открывается калитка приблизительно вот так многие спрашивают что там у вас такое вот такое вот такое круглое то есть это на самом деле у нас можно открывать вот эту фанерку и там пойдет теплый воздух с двигателя то есть ну будет подогревать ноги задних пассажиров например также выходит сапон также это сеточки у нас удобная здесь сделано специальный отступ 10 миллиметров но что можно было какую-то крышку положить или что-то еще то есть у нас есть там закрытие можно заказать дополнительные фанеры кто-то сам делает вот калитку очень долго мучили на самом деле думали думали как сделать вот это очень непростое решение конечно но в мире уже используются на автомобилях грузовых ну то есть оказалось что такого депетри каких обыграть да 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 тут чтобы эта прочность сохранить вот эту всю то есть сделали вот эти укосины здесь профиль сделали широкий чтобы толстые там вообще-то ну тройка наверно вот чтобы здесь когда дверка открыта что жесткость конструкции сохранялась то есть как по-другому сделать вообще не даже не так что дверка открывалась прямо они под углом да да и верка в то же время чтобы она не сильно тяжелая что хотел сказать по лестнице вроде простое да но здесь можно конечно изгиб было сделать лестнице но в силу того что здесь тоже есть закладные под крепеж экспедиционной канистры то есть пока не знаем какое решение лучше сделать то есть будем здесь будет не будем то есть каниста тоже толщиной миллиметров 85 сюда вешается можно две канистры повешать используя специальный крепеж почему сделали цепочку то есть можно из кузова поднять есть забрался и можно ее поднять то есть все вот здесь коробильщики пожалуйста ну и поехали дальше лестница где здесь многие здесь делают цепочки какие-то ступень или там делают у на болоте даже все сорвется это ну то есть нельзя ничего здесь что внизу висела болталась это все таки вездеходная техника вот то есть конечно у нас так вездеход глубоко не погружаются но и хорошая нагрузка на на все можно загрузить брызговички сделаны за неудобные ради кстати заднее ограждение у нас снимается то есть конечно не так быстро вот здесь можно барашек поставить здесь просто вытаскиваться вверх ну то есть если на какой-то длинный груз здесь положить кстати сейчас новые вездеходы уже пойдут ну это позже обзор пойдут здесь прямоугольным ограждением увеличится полезная площадка опять же ограждение будет не по 90 градусов с варной раз красивым с красивым гиб гибб 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 д аккуратненько даже если по что-то впишешься аккуратно и плюс менее травма основе здесь сделали подобные ушки на час их более красивыми следующих уже было моделях делать вот это сделано чтобы можно было какой-то закрепить груз например вещами шок там я не знаю палатку там ну вот просто там резинками там кинули и все вот здесь также мы говорю увеличили ну рабочее место то есть получилось пока у нас каша немного 1350 на размер получился на полтора метра внутренней на всякий случай скажу размеры ширина с этими колесами где-то 2045 миллиметров ура лапать он два метра шириной и накрасок 2206 на треколах 2200 шириной но меньше шириной вот горят давайте вы можете нам сделать такой метр восемьдесят пять до при этой же высоте просто что получится тоже вообще валкая вещь получится неустойчиво весь на воде в болоте там я не знаю где на косогорах то есть техника должна быть забалансирована сейчас его длина ориентироваться 200 или 250 в зависимости от типа установленных колес подробно заставка идет до конца или в вы вы Продолжение следует...